Вторая часть моего видео. Вот я спускаюсь к набережной Вентнер. Это уже я вам показываю с другой стороны вид. Здесь люди живут. Видите? Здесь такая небольшая у них тоже смотровая площадочка. Вот. Я иду вот оттуда, от угла. Вот этот. King's View дом. Сейчас вам покажу опять, какие тут козьи тропы. Вот такие козьи тропы. Посмотрите, друзья. Сейчас спущусь туда. И выйду на набережную. Очень крутая здесь вот эта вот дорога. И я как-то ехала по ней. Прям даже испугалась. Здесь, вы знаете, такое впечатление, что машину сейчас запрокинет. Вот такая дорога вниз. Вот не знаю, не привыкли им, наверное, все равно. А я что-то нет. Я степной человек. Равнинный. И я все еще спускаюсь к набережной. И вот вам показываю по пути. Вот как живут они опять. Посмотрите. Вот на самом обрыве дом. Вот там наверху. И это вот оползни. Каждый год, как я вам говорила, происходят здесь. Поэтому даже страшно. Кто его купил? Он, наверное, стоит недорого, друзья. Вы знаете. Потому что на таком месте, скорее всего, что он будет обрушаться уже лет через 20. Ура, ура. Мы спустились на набережную города Вемпнер. Вот она, обещанная красавица. К сожалению, ветер и даже немножко штормит. Море, посмотрите. Но погуляем, покажу, что смогу. Вот такой пустынный пляж. Море волнуется сегодня у нас. Океан, вернее. Вот такой вид. Восточная часть набережной. Это окей. Спасибо большое. Все люди волнуются, что помешают мне фотографировать. Стоят, ждут. Молодцы они в этом плане, конечно, англичане. Да, штормит сегодня у нас, друзья. Вот такой вид на запад. Набережная, как вы видите, совсем маленькая. Но она... Это центральная набережная. Называется Эспланейд. Эспланейд Роуд. Как знаете, французское название почему-то везде используется. Вот. А я вот оттуда спустилась, пришла. А идем гулять. Вот такие дома здесь стоят, апартаменты. Скину вам внизу ссылочку на видео свое в Шанклине на набережной. Посмотрите, по-моему, однотипные они апартаменты на набережных. Вот, что вот это за сооружение, я даже не знаю. Похоже, что какая-то смотровая площадочка. Вот туда можно наверх подняться, посмотреть. А еще выше там она похожа, как на маячок. Может быть, освещается маяк. Вот не знаю, друзья, даже, что это. Сейчас подойду, может быть, почитаю. Как-то я крайне редко бываю здесь в Вентнере. Дважды была, так мы только ходили, посещали паб, ресторан. Ну, вот. Будем смотреть. Вот нашла такой медальончик, видите, Вентнер Айла Уайт. Хайгейла. Хайгея. Понятия не имею, друзья. Это вот на этой вот, как я сказала, маячок, смотровая площадка. Ну, вот, да. Со стороны моря вот так смотрится эта смотровая площадка. Просто написано Вентнер. И все. Два яруса смотровая площадка. Здесь такой волнорез. Сейчас вот еще зайдем. Вот этот вот голубенький сарайчик такой. Сарайчик. Это магазин. Вот написано Fish Takeaway. Там обычно я крабов покупала. Глубокой осенью. Посмотрим. Сейчас зайдем, покажу вам, что там. Вот такие крабы тут. Это 7,50. И вот такая рыбка. Рыбка. Здесь были какие-то устрицы, уже их съели. Ну, вроде как говорят, что всегда здесь свежее все. Но вы знаете, запашок какой-то здесь такой уж очень, очень не очень. Сейчас спрошу, сколько чувствует лобстер-краб. Продолжаем, с чего начали путешествие по набережной нашей Вентнер. Я-то... Почему вам повторяю, наверное, одно и то же через каждое время. Потому что я-то гуляю. Выключаю камеру. И долго гуляю, общаюсь. Потом опять включаю. Поэтому не помню, с чего начала. Ну, крабов я не купила, друзья, дорого. Полкило 13,75. Вот. 200 грамм 6,75. Мясо крабья. И потом там такой запах, что я не стала ничего покупать и ушла. Как-то так. Вот тоже такая башенка с часами, друзья. Тоже можно припарковаться вдоль набережной, если найдете место. Вот здесь, вот видите, место есть. Но не всегда оно бывает, поэтому я гуляю. А вы знаете, то, что я гуляю, даже мне интересней. Потому что раньше мы всегда с мужем приезжали. Он меня привозил прям сразу сюда, на набережную. И я ничего и не знала, какие тут тропы козьи и как там интересно на верхних линиях. Вот. Вот здесь летом внизу была огромная территория. Игровые автоматы. Игровые автоматы, кафе. Ну, сейчас, видите, все закрыто. Все перестраивают, ремонтируют, наверное, пока зима. Людей не очень много, как вы можете видеть опять. Ну, это неудивительно для меня. Потому что вот те поверхние линии. В первой части я вам показывала роял-отели. Очень дорогие. Они предпочитают там гулять. А здесь как-то, знаете, спускаться вот этими тропами, которые я вам показала. Да и не хотят люди. Оттуда и вид прекрасный. Они там сидят. А здесь те, кто, может быть, просто живет. Или вот как я приехала. Гуляют по берегу. Здесь вот кафешки. Маленькие магазинчики. Такие абсолютно малюсенькие. Вдоль этой набережной. Ну, и вот такой пустынный пляж. Посмотрите, кто-то купается. А вы знаете, вода, наверное, не холодная, друзья. Вы знаете, я вот иду дальше. И что-то себе так посмотрела. И пришла к выводу. Как-то раньше никогда я тут особо ничего не рассматривала. Гуляла, да и все. А сейчас стала анализировать. А ведь это все просто квартиры. Здесь на самой вот этой набережной. И нет отелей, как ни странно. Вот там в самом конце вот огромный паб-инн. Ну, вот у него там тоже. Если инн, то можно расположиться. Типа старого отеля. А вообще, вот это все, это все квартиры, друзья. И при том какие-то карточные домики. Посмотрите, вот закрыт вот этот дом. Старый. Его разламывают, слава богу. Наверное, будет что-то строиться здесь. Я даже не помню, как он выглядел раньше. Вот такой ресторан, по-моему. Или фаб, или ресторан. Наверное, ресторан. Oil and Oyster. Называется. L and Oyster. Слушаю мужчину, говорю. L это типа пива. Напиток такой. Oyster это такие морские раковины, ракушки. А здесь опять, по-моему, флаты все-таки. А море все волнуется у нас. И здесь вот такие вот волнорезы, видите, набросаны специально камни. И вот здесь вот уже я подошла к самому почти концу, как вы видите, этой набережной. Вот здесь такой городок. Там старинный паб. Сейчас зайдем. Вот этот пират, который карабкается на эту, на мачту. Он с человеческий рост. Он меня всегда пугал. Такое впечатление, что он настоящий, живой. И вот. Вот этот вот городок пиратский. Вот это написано. Вентнер-яхт-клуб. Дом. Спай глаз ин. Спай глаз. Спай это шпион. Это я не знаю, что такое спай глаз. Как это переводится? Это шпионские наблюдения, что ли? Вот. И вот этот вот яхт-клуб вентнере. Вот такой вот популярный паб внизу. Вот люди обедают. В этом спай глаз. Опять у них тут все сплошь. Пиратская символика. Любят они пиратские мотивы. Вот. Видно вам развивается флаг. Опять череп и кости. Ну вот, пожалуй, последнее место, которое я вас привела показать на набережной Вентнер. Она, как вы видите, небольшая. Но волны сегодня такие довольно-таки сильные. Посмотрите. Даже иногда захлестывает сюда на людей. Сейчас обеденное время. Я, наверное, зайду. Может, что-нибудь себе возьму. Даже не знаю. Но с камерой не пойду, потому что мне неудобно. Я думаю, я достаточно вам показала эту набережную Вентнер. Она очень коротенькая. А на этом все, друзья. Ставьте лайки. Не забывайте смотреть рекламу, друзья. И я буду очень рада видеть вас на моих новых видео. Пока-пока. Пока-пока.